В этом видео я поделюсь с вами ощущениями от Project Zomboid. Сразу хочу пояснить, что информация, известная мне по игре, ограничивается просмотром обучения на ютубе пару месяцев назад. Так что, скорее всего, опытным игрокам будет смешно наблюдать за моими попытками выжить. Привет, с вами Инсекторат, и мы стартуем с выбора новой игры, где я вижу стили игры, испытания и понятия не имею, что мне как новому игроку лучше выбрать. Начинаю вникать, читаю описание стиля игры Апокалипсиса и Выжившего. Сразу понимаю, что туда можно не соваться, потому что с моими навыками там не выжить. Строитель, там акцент сделан на поиске лута и фермерства. Сомнительно, я же не в симулятор фермы пришел играть. Читаем дальше и видим песочницу, ну это вообще уже какой-то сервер Майнкрафта в зомби Апокалипсисе получается. Желание выбирать эти варианты не появляется. Переключаемся на испытания. Долго вникаю, читаю все описания, сомневаюсь в выборе, и в итоге мой выбор падает на испытания зима близко. Вот здесь-то я погружусь в романтику выживания о суровых морозных пустошах, но уже без угольных шахт и паровых ядер, если вы понимаете о чем я. Вкладка выбора профессии и характеристик вызывает у меня ощущение. Нихуя не понял, ну очень интересно. Поэтому пытаюсь вникнуть хотя бы немного в это все, но если честно, безуспешно. Поэтому клацаю много раз случайно и выбираю то, что больше понравится в эстетическом плане. Прихожу к тому, что выбираю инструктора по фитнесу, так как сам спортик и буду пытаться отыгрывать самого себя. Я настраиваю внешний вид. С таким модным видом ни один зомби не будет мне страшен. Нажимаю играть и меня встречают оптимистичные фразы, что нет никакой надежды на выживание и это история моей смерти. Фигня, думаю я. Я же ходячая энциклопедия по выживанию в зомби апокалипсисе. Сейчас, как рик из ходячих мертвецов, буду ложить зомби пачками. Появляемся, судя по всему, в своем собственном доме. Пользуюсь информацией из пройденного обучения, сразу обшариваю все ящики на кухне. Беру сковородку-гриль. Повезло, это же идеальное оружие, чтобы разносить гнилые головы ходячих. Экипирую и полную уверенность дальше исследую дом. В спальне, подойдя к окну, вижу, как в мою сторону бредет зомби. Начинает тянуться ко мне, пытаясь устроить обнимашки через окно. Делаю попытку ударить его и разбиваю стекло. А туловище зомби неожиданно заваливается через окно в спальню. В панике, пока он не успел подняться, забиваю его грильницей. Шум, судя по всему, привлек друзей нашего гостя, которые также заваливаются через разбитое стекло. Валят меня с ног, но мы же на спорте. Успеваю подняться, отталкиваю этих двух подружек и валю их с ног, попутно забивая грильницей. Что за жизнь? Даже в собственном доме нельзя в окно спокойно посмотреть. Нужно выбираться на открытое пространство и осмотреться. На улице избавляем от страданий еще одного бедолагу. Пытаемся открыть гараж, но, к сожалению, он заперт. А жаль, там наверняка можно было найти оружие или инструменты. Неподалеку вижу соседский дом, но дверь и окна закрыты. Пока в попытках проникнуть в дом, дергал окно, заметил, что внутри за дверью в ванную, судя по всему, сидит зомби и жаждет выйти оттуда и отведать человеченки. И пока я занимался окном, ко мне со спины чуть не подкралась смердящая трупным зловония барышня. Избавившись от нее, вижу, что ко мне приближаются еще трое и решаю просто убежать. Следую по трассе, попутно избегая встречи зомби. Но во время толкания с одним из них появляется небольшое кровотечение, на которое я тогда не обратил внимания. Поэтому бегу дальше и вижу, что со всех сторон группы ходячих. Они, между прочим, меня тоже замечают. Поэтому я все бегу и бегу, а на одной из улиц за мной увязывается целая толпа, от которой грильницей мне уж точно не отбиться. Вижу припаркованную машину во дворе одного из домов. Пробую ее открыть, но, как и ожидалось, безуспешно. Перемахиваю через забор в надежде, что это замедлит преследователей. Забегаю в шикарный дом, дверь которого, на удивление, открыта. Закрываю ее за собой и осторожно крадусь, осматриваясь по сторонам. Пока я избавлялся от оставшегося владельца дома, в дверь начинают ломиться, а затем и вырываются ходячие. Забегаю в ванну, закрываю за собой дверь. Уже радуюсь, что перехитрил безмозглых зомбарей и сейчас сбегу через окно и избавлюсь от преследования. Открываю окно и в него сразу заваливается ходячий. Я паникую, не могу выпрыгнуть в окно и тут дверь не выдерживает под натиском зомби и они врываются в комнату и, собственно, все. Я прожил всего 3 часа, а после этого мы с новыми друзьями пошли гулять. Начинаем снова. Оказываемся в том же самом месте, но лута там уже нет, поэтому бежим к ближайшему зданию. Пока разведывал обстановку внутри здания и пытался открыть окно, из-за дерева появляется ходячий. Накидывается со спины и кусает. В панике чудом отбиваюсь. Через разбитое окно проникая в дом, обследую его, как вдруг распахивается дверь ванной и оттуда вываливается зомби. Кусает несколько раз. Вроде бы получается отбиться. Начинаю умываться в душевой в надежде, что это как-то поможет. И тут замечаю в статусах серьезное ранение, агонию, обильное кровотечение. Как от этого избавиться, понятия не имею. Выхожу из ванной, оставляя на полу море крови и откидываюсь возле книжной полки. Начинает приходить осознание того, что в случае зомби апокалипсиса, именно ты и будешь в толпе тех самых зомби. После этих попыток прихожу к выводу, что наверное все-таки пытаться выжить в режиме испытания мне еще рано. И ощутить романтику морозных пустошей мне не суждено. Поэтому позалипав какое-то время в режимах выбора новой игры, все-таки выбираю режим строителя и снова отправляюсь в штат Кентукки. Рандомно выпадает профессия строителя. Но мне почему-то уже кажется, что я вообще не почувствую никакой разницы. В этот раз появляюсь не в доме, а в каком-то пабе. Обыскиваю все вокруг, но оружия для борьбы с ходячими не нахожу. И ограничиваюсь бутылками с алкоголем и закусками. На улицах города на данный момент оказывается достаточно спокойно, что не может не радовать. Однако, все встретившиеся мне магазины оказываются закрытыми. В последнем из таких зданий разбиваю стекло и проникаю внутрь. Это оказывается магазином одежды и различных сопутствующих товаров. Пока пролазил через разбитое стекло, я поранился. Благо, это же магазин с одеждой. Рву ее на лоскуты и перевязываю рану. Из горя бахаю баночку пенного. На складе в ящиках удается найти разводной ключ. Хоть чем-то теперь можно отбиваться от ходячих, слава богу. Там же на складе в коробках подбираю различные консервы и покидаю этот магазин. На парковке пытаюсь разобраться со способами взаимодействия с автомобилем. Но как-то все печально. Заглядываю под капот, разбиваю стекло водительской двери и на этом все заканчивается. Видимо, все-таки нужно раздобыть ключи. Делать нечего, остается бежать на своих двоих. Двигаясь через открытую местность, привлекаю внимание ближайших зомби. После физической активности, персонажу становится жарко. Решаю снять одетую ранее ветровку. И пока я этим занимался, приблизились зомби. Я попытался начать убегать, но персонаж отказался бежать и в попытках отбиться снова становлюсь жертвой ходячих. По традиции, рандомлю все характеристики и начинаю игру. Мне выпадает дровосек. На этот раз решаю все-таки прочитать учебник выживания Зомбоид, который появляется справа на экране и как бы говорит «прочитай меня». Ознакомившись со всеми 11 пунктами, начинаю обыскивать дом. Оружие найти не получилось, поэтому пришлось идти на поиски, вооружившись лишь голыми руками. Самый первый дом не вознаградил меня оружием, а ключей от стоящей рядом машины не оказалось, поэтому двигаемся дальше. Отдалив карту, становится понятно, что этот район просто наполнен практически идентичными домами, расположенными достаточно близко друг к другу. А это значит, что скорее всего там будет чем поживиться. Обследуя территорию, замечаю полицейскую машину с треснувшими стеклами. А это значит, что неподалеку могут находиться ходячие с оружием. Осторожно двигаюсь вперед и замечаю, как в тени дома собралась целая группа мертвяков, состоящих из обычных гражданских, полицейских и заключенных. Они-то тут откуда взялись? Осторожно отступаю, но одна мертвая барышня успевает за мной увязаться. Валю ее на землю и втаптываю ее черепушку в асфальт. Прежде чем пытаться одолеть ранее встреченную толпу, нужно все-таки раздобыть оружие. Поэтому проникаю в следующий дом и вижу семейную пару, явно прервавшую свое существование самостоятельно с помощью огнестрельного оружия, которое можно заметить в руке у главы семьи. Мои мысли сразу вырисовывают великолепную картинку, как я разваливаю зомби хедшотами направо и налево из пистолета. Но подойдя ближе, я не могу залутать оружие. Умудряюсь даже поднять тело, но оружия нет. Выкинув труп из инвентаря, пистолет пропадает из руки мужчины, и я с грустью понимаю, что придется искать мне другое средство обороны. Обшарив дом, нахожу тесак для мяса. О да, это же самый идеальный предмет для кромсания зомби, тем более для дровосека. Возвращаюсь к той кучке зомби, и начинаю выманивать их поодиночке, и заканчиваю их страдания. Благо, с помощью тесака это получается довольно эффективно. И вдруг, я открываю для себя существование верхней панели, где можно лутать предмет из трупов. И тут я думаю про себя. Получив такую огромную власть, обшариваю всех ранее поверженных зомби, забираю дробовики, пистолеты, накидываю на себя куртку, штаны полицейского, и иду спать в самый первый дом на этой улице. После хорошего отдыха и сытного приема пищи, продолжаю обыск всех домов на улице. В последнем из них, пока я разделывался с двумя зомби, из окон ближайшего дома, вывалилась группа ходячих. И тут что-то пошло не так. Один из них меня укусил. В панике я решаю расстрелять их из дробовика, но из всех выстрелов попадаю только два раза. Постоянно отбегаю и отстреливаюсь, но с пистолета я не попал ни разу. В итоге, мне удается отбиться с помощью тесака. Замечаю множество негативных эффектов, включая кровотечение. Начинаю рвать одежды на лоскуты, чтобы перевязать раны, но этому мешают зомби. Вероятно, их привлек шум выстрелов. Пока перевязывал раны, обнаружил, что их можно дезинфицировать крепким алкоголем. Но, к сожалению, у меня была всего лишь одна бутылка бурбона. В общем, чудом не умираю от кровопотери. В следующем сражении обнаруживаю, что у меня куда-то пропал мой любимый тесак. Приходится в срочном порядке доставать дробовик, но его применение не принесло мне особого результата. Пытаюсь оторваться от зомби и ищу в инвентаре что-то, что можно использовать как оружие. С ужасом начинаю понимать, что мой персонаж после травм стал медленнее и менее выносливым. Еле ковыляя отходячего, беру в руку молоток и долго, мучительно пытаюсь одолеть его. Как итог, получаю кучу негативных статусов, истощение, изнурение, боль, критическое ранение и перегруз. Что делать с этим прекрасным набором, хрен его знает. Решаю просто продолжить свой путь и набредаю на дорогу, ведущую к более дорогим домам. Один из них выбираю для того, чтобы переночевать. После сна захожу в режим крафта, изучаю возможные варианты и нахожу копье с всевозможными наконеченьками. Решаю соорудить что-то подобное, но нужна доска, которая у меня кстати уже есть и ветка. Логика мне подсказывает, что ее нужно искать неподалеку от деревьев. Но как оказалось, моя логика не совпадает с логикой игры. В общем добираюсь до следующего дома. Очищаю его отходячих и нахожу там супер мощное оружие. Монтировку. Беру ее в две руки и иду искать жертву для избиения. По дороге пытаюсь выбить из деревьев ветку с помощью монтировки. Но как вы наверное знаете, это было безусвешно. Периодически состояние моего персонажа то ухудшается, то становится легче. Однако мне напрягают появляющиеся статусы тошноты и надписи. Кажется что-то не так. Также задаюсь вопросом, почему моему персонажу постоянно становится жарко. Раньше, когда я размахивал тесаком направо и налево, такой проблемы не было. В общем, пытаюсь найти что-то для своего спасения. Я обследовал множество зданий, таких как магазины, склады, отели. Постоянно перебинтовывая загрязняющиеся повязки. В одном из домов я нашел обезболивающее. Но его употребление какого-то особого эффекта не принесло. От безысходности решаю бахнуть пиво. И иду дальше через непонятные луга, поля для бейсбола. Долго плутая, наконец-таки удается найти жилые дома. В первом из них вижу бьющихся в стекло ходячих. Достав дробовик, хочу выстрелить в них через окно. Но обнаруживаю, что патронов нет. Также дела обстояли с пистолетом. Пока я пристально следил за окном, которое уже кстати разбили зомби. Слева на меня выскочил ходячий. Отступаю. Достаю молоток и начинаю отбиваться. Но мои удары, такое ощущение, что не наносят ему никакого урона. А те другие, ходячие из дома, тем временем уже вывалились через окно и тоже начали нападать. Чувствую на себе укусы один за другим. И понимаю, что если сейчас я не убегу, это будет конец. Из последних сил ковыляю прочь, оставляя за собой кровавые следы. И падаю. А задумывались ли вы хоть раз о том, как бы круто было оказаться выжившим в зомби апокалипсисе? Напишите об этом в комментариях. Если я увижу, что данное видео вызвало у вас интерес, то обязательно в свет выйдет еще одна серия исповеди новичка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok